Друзья, приветствую всех, кто зашел на канал Форман, чтобы узнать более подробно об электрических средствах передвижения. Сегодня я хочу протестировать этот складной электрический перецикл Трион Навигатор Дуал. Глядя на него, становится понятно, что он предназначен для взрослых людей, в особенности для пожилых и для людей с ограниченными возможностями. А начну я с мотора, или в данном случае с моторов. Тут в каждом заднем колесе стоит электрический двигатель мощностью 500 ватт. Два колеса выдают уже интересную мощность в 1000 ватт. Надо проехаться, чтобы посмотреть, на что этой мощности хватит. Так, тут три скорости. Вот переключатели. Ага, поехали. На первой скорости трицикл разгоняется до 5 км в час. На этой скорости вам будет комфортно с идущим рядом пешеходом. На второй скорости до 14 км в час. И на третьей скорости до 22 км в час. Учитывая, что движок очень тяговитый и резвый, производитель специально занижает планку максимальной скорости ради нашей с вами безопасности. Так как в основном этими трициклами пользуются люди пожилые, то 22 км в час это более чем достаточно. Литий-ионный аккумулятор, туда же написано, что он на 48 вольт и емкостью 30 ампер часов, расположен под сиденьем и закреплен на платформе для ног. Максимальный запас хода на одном заряде – 80 км. Это прилично, я бы сказал. Выкатывать, конечно, это расстояние я сейчас не буду. Тут, пожалуй, я поверю на слово производителям. Впечатляет. Можно кучу дел переделать и несколько раз съездить за город в строительный магазин. Рано или поздно все равно придется его заряжать. Разъем для подключения зарядки находится сзади и закрыт крышкой от попадания в него грязи. Так, судя по фиксаторам, они откручиваются. Снимаем скобу, поднимаем сиденье, отсоединяем провод и вытаскиваем аккумулятор. Как вы видите, аккумулятор очень легко снять и отнести на зарядку крозетки туда, куда вам будет удобно. Заводится трицикл с ключа. После чего на приборной панели мы видим уровень заряда батареи, а чуть ниже – индикацию передней фары и зарядки. Если повернуть ключ еще раз, включается передняя фара. И задние габариты. Ручка тяги полноразмерная, которая как раз подходит под мой хват. И тут же рядом находится удобный переключатель режима въезды – вперед и назад. Движение назад может вам понадобиться при развороте или чтобы отъехать с парковки. Что у нас с левой стороны руля? Ну, тут все просто. Здесь находятся поворотники, издающие характерный звук. Здесь же находится кнопка звукового сигнала. И USB-порт для зарядки ваших гаджетов. Что касается электрической начинки, я вам уже все рассказал. Давайте посмотрим, что у нас здесь по конструкции. Посадка здесь низкая и удобная. Моим ногам очень комфортно. Платформа для ног довольно-таки большая. Коврик прорезиненный и абсолютно не скользит. Ну, кстати, кресло довольно-таки большое, мягкое и удобное. Подлокотники есть, но они не складываются, что абсолютно не мешает как вставать, так и садиться на перецикл. Нормально. Сама рама прочная, выполненная из стали. Выдерживает вес до 135 килограмм. Я вешу 110, так что нормально. Ну и плюс ко всему данный трицикл складывается. Так, сиденье у нас поднимается вот так. Опускаем ножку. Нажимаем на этот рычаг. Так, складываем. Теперь вкладываем руль. Все просто. В таком виде он занимает совсем мало места. Его удобно хранить и перевозить. Колеса небольшие, 10 дюймов. Вот такие вот покрышки, как здесь, позволят ездить не только по городу, но и по грунтовкам за его пределами. Без особого фанатизма, конечно. Тормоза тут спереди дисковые. Сзади тормоза барабанные. Трицикл весит 39 килограмм. Давайте посмотрим, как все это дело тормозит. Да, тормозит хорошо. К тому же удобные тормозные ручки. Если не ошибаюсь, в предыдущей модели тормозная ручка была только с одной стороны. А еще тут есть кнопка стояночного тормоза. Типа такой ручник, как у автомобиля. К тому же есть стоп-сигналы. Это очень здорово и повышает вашу безопасность. И да, по комфорту. Для более удобной посадки в шикарном кресле руль регулируется по высоке. Еще мне очень понравилось, что сзади есть корзинка. Когда не нужно, она складывается, и ее почти незаметно. Ну и всегда есть куда закинуть свои вещи. Она небольшая, но довольно-таки вместительная. Также с завода модель уже укомплектована полноразмерными металлическими крыльями. Ну что, крылья тест прошли. Одежда сухая, и даже платформа для ног не забрызгана. Ну что я хочу сказать в завершении. Электрический трицикл «Трион Навигатор Дуал» – это добротный и неприхотливый транспорт для тех, кто хочет с комфортом доехать до работы. Просто хорошо провести время на отдыхе и даже съездить в магазин за продуктами. Считаю, что он все-таки больше подойдет людям взрослым, пожилым и людям с ограниченными возможностями. Паран заработает. Переключение поворотников. Один, второй. Все. Я уже давно болел. Замокатывайте. Я еще больше заболел. Берете? Да. У него очень удобная посадка, его легко сложить и даже ночью на нем передвигаться комфортно. Как по мне, это очень достойный агрегат. Ссылку на него вы можете увидеть в правом верхнем углу нашего видео. Также мы разместим его в описании под этим видео и в первом комментарии. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие обзоры. Тест-драйв для вас подготовил Велен Бабичев. Специально для магазина «Формант». Всего вам хорошего. Спасибо за просмотр!